всех пресс друзья на связи данки давненько не виделись за работу у меня нет времени активно заниматься youtube-канал как был до этого работаем постоянно над выпуском новых обновлений я проводил трансляцию было как-то время вот и лик меня поддержал материально на стриме как обычно вот и недавно он написал мне неделю назад у тебя у него был крутой бой режим игры 2 на 2 на 2 мол попробуй его записать я думаю получится интересно я понял его бой скачал посмотрел записал не с той стороны прокомментировал удивился ссылка будет что в описании на вторую запись боя я не буду публиковать официально но по доступу ссылка будет работать и потом поймете почему я не стала публиковать вот и чем суть режима этого игры бой 2 на 2 на 2 то есть три команды в каждой по два игрока команде может быть только твоя фракция слегка играет за консерацию фиолетового цвета и напарник него оранжевого цвета также есть команда консерации синего цвета и это прямо зеленого и команда сопротивления красная и желтая вначале появляются большие контейнеры в этом джиме игры они выпадают чаще чем в режиме 1 1 2 на 2 и 3 на 3 сделано специально для того чтобы не затягивать слишком долго бои заставлять игроков выходить с базы тем самым увеличивать темп и разнообразие игры ну вот должно быть просто интереснее играть те кто играли фа 4 у них один противник сдавался выходил могли видеть что бои затягиваются на довольно продолжительное время из-за этого играть снилс не очень интересно примером тасса был бой 4 часа 38 минут в а4 у них там один игрок сдался из этого контейнера перестали выпадать и бой очень сильно затянулся а если взять среднем продолжительность боев любых других то там 30 35 минут для победителя то есть победить трех игроков за 35 минут вполне нормально по самому бою или этого игрок линк сделал крепости захватил здесь первый большой контейнер тут еще был один который стал захватывать потому что решила подстраховаться игрок оранжевого цвета увидел маска йоты а ту крепость потерял на этом большом контейнере не смог захватить и поставил себя на базе оборонительное сооружение идет активное обсуждение между лингом его союзником к сожалению я не знаю кто его союзник поэтому будем его просто называть оранжевый игрок есть большой контейнер захватывается зеленым игроком катераться здесь сервер захватывает контейнер позди сервер он первый сброс контейнеров не успел вот во втором пригодился правда как видим противники без боя отдали контейнер link вышел в штаб понимаю уже четвертого уровня до разделяя по вот это выступающий оранжевые штуки вот это штаб четвертого уровня по идее тыкнуть не могу да да вы даже тыкнуть посмотреть особенности редактора там я воспроизвожу реплей если разведка стрекозой от красного игрока прилетела разведал еще до этого другую команду знаю потому что смотрел реплей записал с другой стороны немного есть у меня полезная информация чем занимался в этот момент и опять сбрасываются большие контейнеры критит падают они очень активно те кто команды который будет постоянно захватывать будет иметь экономическое превосходство тесные будет намного проще проводить какие-то наступательные действия есть разведка циклоном от линга видно 6 масс вертекса штабы третьего уровня штаба все это команды констерации как активных действий никаких не происходит из соляри с зевсами у линга его товарищи серафим с зевса тайфуном никто не идет в атаку иногда выбирается чтобы захватить контейнеры с ресурсами синий игрок то же самое делает то есть совсем на базе не сидят но смысла идти сажаться с кем-то никто не видит боятся потому что может напасть не кто-то другой что вполне логично ускорить чуть быстрее запись боя промотку фиолетовый игрок готовится идти в атаку вперед отправляется для начала тайфуны затем солярис здесь можно сделать помедленней используется актив к 2 зевса уничтожено 1 ель живой солярис за счет своей маневренности дали стрельбы и урона может раскидывать девство на расстояние те сделать ничего не смогут и вынуждает или наступать противника или отступать в любом в любых из этих случаях когда ты играешь без соляриса против соляриса противника играть очень трудно если нет авиации является черный большой контейнер видим что игроки сопротивление используют вертолеты конкретно желтый игрок с этой стороны пытается пробиться линк на базу к синему игроку есть там серафим ель живой где-то он пострадал итоге он упал в приземлении интересная анимация что же до этого заметил с этой стороны тоже отыграла интересная анимация ну и на самом деле за такую кучу нет солярис и пяток зевса нечто много юнитов давайте на перемотаем судьбой на x70 моя скорость по факту на 30 процентов ускоренная запись боя вот здесь куча тайфунов есть у игрока оранжевого цвета есть сервер тоже его пытается захватить контейнер не получается ступает он к себе на базу на базе зевса тесно что он такие направил вообще без какой-либо поддержки юнитов сериал 3 тайфунов как я увидел на градо зевс сейчас будет встречать правда тут и гхм может быть очень больно тем временем линк пытается один пробить двух игроков честно говоря сомнительно что получится у него потому что ну двух игроков зарашить причем атака довольно продолжительная то есть до заказа обычно таких случаях отбиваются игроки я понимаю что режим игры 2 на 2 на 2 в атаке чё-то честно говоря мне кажется такой себе противопытных игроков собрать как атаковать одному вдвоем нереально то то первым нападет на ну ты команда 1 нападаешь на команду 20 команда 3 нападает на тебя потому что вы там увлечены боем и самое время тебя напасть одному держать оборону второму нападать тоже не вариант и какой вариант вдвоем нападешь ну один на одну команду другой на вторую команду нападет и ты будешь третьей командой у вас обе команд загрится пойдут вас убивать мстить такое тоже бывает вот честно говоря я под сомнением вообще по режиму 3 2 на 2 на 2 как за счет чего здесь можно пробивать такие базы ну сложно судить ну возможно когда может выбирать напарника себе скорее всего это будет какое-то соревнование все-таки были турнир короткий где ты сможешь с любым своим другом своей фракции сыграть бой можно сильные команды смогут тащить даже в таких вот ситуациях за счет какой-то стратегия фиолетов игрок куча тайфунов щитов у него зевс идут в заказ солярис уничтожает просто пачки юнитов желтый игрок с левиафаном пытается напасть на оранжевого игрока телеван будет кидать ядерку в зевс которая очень хорошо скопились или не будет успел назад у линга продолжается наступление правда очень долго и очень много времени тратится на уничтожение зданий дорога кто это время производит заказ пока что обвивается один только его напарник линга подъезжает еще щит с кучей тайфунов с левой стороны но там штурмовой техники нет это их а может спокойно уничтожить оранжевый игрок теряет почти всю свою армию еще целый левиафан неповрежденный по ваших на базе нету и линк сейчас будет вынужден вернуться к себе на базу потому что не получается защититься товарищу ему хоть нападает не всего один игрок желтый но не получается напасть летать ядерка в пустоту правда урон нанесли по зданиям то используется активка соляриса минус 5 ягуаров 100 там чуть-чуть раз кажется где кстати солярис соляриса уничтожили но он пожертвовал собой чтобы уничтожить 5 ягов ну солярис в этом плане конечно очень сильный юнит как и левиафан один одно такое его наличие позволяет надбивать атаку атакует где противник стоит на месте только ничего не делать с этой стороны мы видим что отбился игроку зеленого цвета то есть он защитил своего товарища без супер проблем каких-то то есть он часть своей базы толком даже не потерял мой только центр снабжения которым сможет установить с помощью густарь и конструкция это там даже не золотой пригодится на рекрасном не больше четырех зданий было вот и проблема загорели зеленого игрока команды конференции но линга плюс сопротивление постоянно пытается надавить на более сильных противников что логично это как режим ффа только командный вы с противниками понимаете кто из вас сильней соответственно смысл убивать слабого если он тебе может попробовать помочь уничтожить твоего противника и поэтому игроки сопротивления сразу скажу они не нападали на эту команду максимум это были локальные стычки за контейнеры все что у них было а так в основном сражение происходило больше между верхней команды и правой отделением операцию они там больше сидели все на базе с этого момента синий игрок уже фк шоу не отстраивал свою базу у него там был накоплено концу боя около двадцати-тридцати тысяч ресурсов но увидите если будете присматривать запись боя заработать комментариях от лица синего игрока или зеленого вот видите чем они занимались весь бой они еще зеленый игрок еще давает интереса в этот бой тоже не буду пока спойлерить вот но камере это уже два на два на один так используется активка левиафана позиция ударили желтый игрок запушить не смогли до конца своего противника потому что линк вернулся на базу из заказ отправил к себе красный игрок качестве не значит занимался потому что желтый атакует этих игроков вроде кто не трогает чем он там занимался мне понятно есть разведка от даже не разведка на меня атака серафима от зеленого игрока левик пытается накидать урона некие как обычно идут сливаются за хамелеоном сейчас такое бывает пока так отбивается до нам можно ускориться запись боя довольно долгое вот левик пытается нанести урон кидают ядерку от щитов ты нету бавах без почти не осталось и тайфуны еле живые у тайфона кстати очень мало хп брони поэтому левик очень хорошо их может зафокусить накинуть ядерку потом добить авто пушками вроде как у тебя есть 8 тайфонов но если они были в кучку слеплены в одном месте то у тех может резко не казаться и вся той армии зевсов поляжет под напором этого левиафона ускоряемся чё здесь происходит только я ускоряюсь начинается какой-то эпик убили тяжел что мы к нему били пытается солярис накидать урона попадание попадания минус ягуар 3 попадания кажется на уничтожение одного ягуар нет нет что-то как-то мажет у него видим прицел не прокачан линк надо прокачать прицел солярису он у тебя может по урона неплохо прокачивать как видишь толку от плюс 1000 урона но просто логика раньше я думал что важнее качать урон чем прицел с другой стороны если у тебя точно стрельбы одно попадание на три выстрела ты наносишь вместо потенциального 3000 урона носишь 1000 а если ты не прокачаешь там допустим плюс 100 к урону а прокачаешь точно стрельбы то у тебя возможно второй выстрел возможно будет попаданием соответственно у тебя урон будет не плюс 1000 а плюс 2000 а разница в один обгрейд точность или в один обгрейд урона с мне кажется точность она тоже очень важна и даже я помню очень даже недавно считал что точно стрельбы качать вообще не обязательно волна играет последнюю роль но вот с применением героев это откровенно видно что солярис просто не может попасть по движущимся юнитом на большом расстоянии и все удары проходят мимо желтый игрок не отпускает наших товарищей прям давит 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 прямо тут почувствовал что жертва его почти не может обороняться поэтому пытается он добить его отворачиваем игрока link поэтому вынужден переключаться с добивание этих баз на этих игроков отбитие атаки есть уже два левиафана солярис есть конечно у линка он очень хорошо помогает сейчас еще активка будет на использоваться туман приближается отличная возможность ударить правда левик за фокусил да он будет применять ядерку вот с этой стороны линк отправляет крепление плита от ядерка в 3 тайфона но далеко не эпицентр взрыва у левика на самом деле урон большой в характеристиках но это в эпицентре взрыва то есть там за квадрат 2 на 2 2 на 2 клетки а чем дальше находится взрыв за 1 волна не такая мощная поэтому возможно что у соляриса даже активка будет получше она выжигает все по прямой линии а левиком надо еще попасть еще успеть потом ступить чтобы не убили его возможно возможно сравнить солярис то левик требует а по сомнением я думаю многие сейчас комментариях напишет что надо быть левик он и так и два что нам с ним делать так далее если на что меня смущает красный игрок вообще как-то не активничает все надо левика пригнал своему товарищу в атаку и кинул за 25 минут одну ядерку все может как никак не помогал с этой стороны видно что у здания не уничтожается то есть там сражение не происходит никаких это немного печалит все-таки тобой не 2 на 2 2 на 1 на 1 так сказал потому что у синего игрока не работает один у команды нижний левый отсутствует синий игрок у красной команды есть красный игрок но такое сомнительно пользы пока от него много не вижу здесь прям старается задавить игрок желтого цвета один полос по сути против двух ну конечно же не получается очень старается микро контроль цифр снайперы пошли зачем снайперы рассолить сколько снайперов десяток наверно а против кого ну да зевса не ломают но у них очень мало брони хп и сейчас солярисик выжгет а выжгет видите сразу же больше половины снайперов полегло вообще три штуки только осталось и они довольно дорогие стоит много ресурсов по сути на двух снайперов можно заказать один танк и он маневреннее урона больше наносит кстати упал левик у желтого игрока здесь два больших контейнера появляется который можно захватить конечно игрок желтого цвета не хочет выдавать свои контейнеры ну кто его спрашивает соляристо есть театр это могут поспорить посмотрите линка грамотно играет он отступает назад может сейчас издалека уничтожить турель после чего попробовать уничтожить юнитов не дать захотите контейнера с он не рискует он решил захватить нижний левый контейнер ну да потому что с картом трудно будет что-то сделать когда закопан у него урон почти не проходит порой же ошибочка близко очень подъехал к его градам расстреливать защиты нет никакой здесь понимаешь штаб еще нет четвертого уровня штаб четвертого уровня но не хватает заказа то ли прокачки не пока понимаем много не потеряет оранжевый игрок поэтому не может накопить эту критическую массу за счет чего и желтый довольно эффективно проводит атаки то есть его кажется постепенно все это двигает уже даже за центр карты но он попытается удержать это яйцо я это яйцом называю то что ну согласитесь откровенно яйцо если вот так вот смотреть куриное похоже на мне кажется да поэтому называется так крот пытается купить но не дадут ему закопаться хотя нет не успел нас копаться успели принять очень хорошо отрабатывать серафим уничтожает прям много пехоты правда сейчас теряет серафима но уничтожил зато соляры еще пару дикобразов ходит назад под свою армию которая вроде как собирается допушить зеленого разведки зеленого не было он там один раз вернуться прилетал чем занимается непонятно поэтому стоит разведать прилететь супер оружие будет очень баба они могут кинуть со злости что пытались и запушить фиолетовый игрок держит армию грамотно то есть чтобы с чем уложу было слева прийти защититься я поставил еще разведчиков на возвышенности потому что тут можно случайно очень случайно а специально ударить этим градами или же бомберами уже 30 бой так то идет чего угодно может появиться противника супер оружие заряжает на 10 минуте то есть без разведки играть конечно так не надо давайте ускорим бой думаю на 61 61 это два раза что ли быстрее 100 это садат на скорость 61 видимо на 40 медленней так еще один разведчик вертекс пролетает спустя пять минут смотрит чем занимать игроки интересно на ночью сам при этом никого не атакует но это очень сильно напрягать на команду лига здесь видим что он все еще летает это он хочет сделать так и чё куча огнемечек кстати огнемечки против пехоты работают лёвик спешит на помощь давайте повернем экран очень много тайфунов у линга но пока что вроде как не поигрывать да чем один все на 1 на 5 же это желтый игрок и честно говоря чуть-чуть расстроен что красного игрока почти не видно в бою 32 минуты прошло а он там пару вертолетов сделал ну и левиафана то совсем ни о чем по сути бой как но все-таки 2 1 на 1 применяется ядерка точное выпадание но юниты не были так сильно слеплены в появился армию краску наконец-то в обороне крайне мере есть несколько ягуаров плюс левиафан атаковать большая армия к образу ягуара правда можно было 10 раз сделать прикольно заезжает солярис использует свою активку там лёвик воспринимает свою активку использует вот но как видим не очень точно попадания в итоге отбивается атака там лёвик две штуки цена зевс атакует оранжевого игрока проблема да еще непонятно чем будет заниматься зеленый игрок атака отбита в целом то не отопьет атаку и сейчас пойдет контр наступление вот но инициатива потеряна так ничего на сражение давайте посмотрим на него здесь будет происходить лёвик двигаться вниз а там будет небольшой отряд или этого игрока там еще серафим летает 2 игрока и вот два серафима вылетают а может что-то дело хороший скиншот на превьюшку просто представляете потом 33 минуты мотать запись боя по новой отключать все эти лишние менюшки ну проблемно честно говоря да и лень а тут прям по хороший кадр на превьюшку самый раз надеюсь у вас запись не прервалась на дело скриншот на самом деле супер такого ничего интересного не пропустили у серафим прям наглый нету тайфуна на него уничтожает зевса отключается щит чтобы усилить немного зевса но есть еще 2 2 зевса у них ложки даже 3 2 подключается к сражению они так-то могут урон какой-то неси эту серафиму но я пассивка активировалась потом активка он довольно себя комфортно чувствует или когда видишь прям нога здесь спать назад а есть сражение капитальное происходит пытаются игроки дожать но наконец-то видно хотя бы пару и от красного игрока в атаке пытается не допушить как видим оранжево не пушат интересно кого там крот будет видим кого-то забурил наниматься не доиграла и отступает назад вот хамелеон чтобы поставить турельки а там еще активка применяется видимо он увидел то он или ты его крупу вроде желтый кругу чем сработали командой игроки сопротивления сохранили крота забурили там кого-то и опять начинает пробивать оранжево игрока но это все происходит только потому что линк только в самой критической ситуации отправлять свою армию на помощь союзник то что он не за что ждать от этого игрока он уже ну сами понимаете чего угодно мог сделать миллиард ресурсов огромную базу можно было строить за это время и построить там миллиард заводов штук пять штук машин точно и накопить 10 тысяч ресурсов просто спамом дарить это же тактика работает иногда как конечно war legends но тоже неплохо у нас ресурсы быстрее кончаются он там-то сыграл 10 тысяч ресурсов у него накопил за 25 минут боя а он их все сливает за 3-4 минуты там я ресурсов нету вот были бы контейнеры были бы ресурсы товар на жизнь там за 45 минут вообще все золото кончается на карте хотя бой просто не может продолжиться потому что нечем сражаться а здесь то бесконечная экономика плюс еще дополнительно виде контейнеров давайте мотать приплей атака отбита раньше игрок отстраивать за новую армию счетов у него пока нету у линга штаб четвертого уровня также производится зевса щит с солярой мне зеленый мешает до мешает а вот здесь зеленый смотрите в атаку пошел ребята скриньте 37 минута зеленый решился пойти в атаку после того как его не трогали на двадцать сильные все вначале запушить пытались и вот решился зеленый игрок слова пойти и уничтожить фиолетового противника а тут еще ядерка пролетел от кого-то но видимо не попала левик там с кем-то сражался но как видим маленьк разбирается с своим противником все-таки армию не такую прям внушительную копилку сюда зевса были совет был но слабоватенько за 20 минут боя можно было сделать больше вот но и пользуется линк тем что зеленый слил всю свою армию неизвестно для них что у синего игрока но лик пытается пойти додавить зеленого игрока выбить его из боя чтобы дальше играть два на два я бы сказал что это уже два на против игроков сопротивления говорит линк что ему нужно атаковать чем бронять точку д потому что он занят наступлением на базу зеленого игрока но как видите зеленый за продолжительное время здесь все таки занимался фермерством построил кучу ракетных установок по всему периметру павошек манкеров еще торы оказывается у него есть то есть но его нафиг не будем с ним играть лучше пойду помогу товарищу что-то лёвик разыгрался не на шутку сейчас может то всех зевсов и покушать у своего союзника так увеличим скорость записи боя чуть-чуть побыстрее 61 так серафим от зеленого не стреляет тоже сохраняет пассивку здесь пытается лёвик солярица законтрить удачи тайфунчики есть правда немного пытается захотите небольшой контейнер крот поехал куда-то ну его фокусе хоть и закопался но он получает полетает ядерка уничтожает щит изи этот фиолетовый игрок поступает на базу каранжев под помощь потому что нету сражаться сложно о смотрите но это бой прямо удивление для меня сначала зеленый игрок топал теперь смотрите красный проводит диверсию выпиливает завод щитов оранжевым игроку и принципе то на этом все наверно там еще один был завод зевсов и с одним же заводом был оранжевый вот и с этой стороны фиолетовый то есть фиолетовый защищает а желтый пытается додавить тоже но опять же не так остается хамрин выпиливается до его включения с цены захватываются большие контейнеры есть небольшие отряды для защиты своей базы вдруг если зеленый игрок опомнится решит напасть и атака отбита здесь еще пять ягуаров но кстати глупость все себя подправлял все ягуарно управлять причем если он эти пять ягуаров отправил и эти предыдущие загнал вывод сюда он мог бы даже штаб уничтожить ну понятно штаб бессмысленно уничтожать на этой стадии боя потому что его восстановить можно очень легко и быстро искать и разведчик видеть серафима а это даже не разведчик это такой еще и вот можно было просто завода уничтожить чтобы лишить раньше игроков продакшена там на две минуты это даже полезнее чем штаб убить если он конечно не пятого уровня все на нас блин ну на нас все-таки синий игрок вообще не играет так что три в два вы получается играете то здесь слабенькие зеленый слабенький красный сильный желтый а тут сильный линк и ну я пускал средненький на на оранжевый не обижайся если называл средненьким если ты считаешься сильненьким но здесь тебе прям трудно обороняться но в базу как-то не развивается возможно большие потери и таки бы я не могу посмотреть сколько было произведено уничтожено потому что он там миллиард юнитов уничтожил больше чем линк учет мне кажется больше уничтожил применяется активка по каркасам здания но самом деле не эффективно потому что каркасы можно было также и снайпером добить ради букера отстратить ее не сильно хорошая идея много тайфунов желтый видит это шаневриками защиты подъехал поближе а тут внезапно через тайфуны перепрыгивают огнеметчики начинают жечь игуары несколько зевсов по засвету уничтожает игуары ой сколько игуаров то у красного ничего себе используется активка ничего себе что здесь происходит прям текучка такая в этой деревне шабашку это устроили перверки такие огнеметчики кончаются прям блин вот сюда бы чем-нибудь жахнут один бомбардировщик на самом деле все почти все ягуары если попасть по ним они стреляют по огнеметчикам огнеметчики почему они урод впитывают от танков очень даже неплохо айфон приближается для уничтожения левика но здесь турели кроток турель то прокачаны выпиливают тайфуны только так не хуже серафима чем серафим стремя дикобразами может справиться с него пассивкой готова а турель китая активка я дачу круче пассивка серафима или активка крота напишите комментарии мне кажется пассивка серафима круче но турели под хамелеоном возможно да тоже неплохи так здесь будет появляться большой контейнер здесь тоже соберу будет захватывать ну там понятно что не захватить не как контейнер потому что не прорваться только серафим был серафим нужен на линии фронта ускоряем запись боем там опять летает зеленый игрок хочет сделать левик летает разведают обстановочку красная залетает на контейнер много ягуаров 7 штук ну и тут тяжелые штурмовики против зевса с зевсом точнее против ягуаров ягуара несут потеря с потеря пока что два гарантами но два тяжелого штурмовика и зевс а противник потерял два ягуара не очень выгодный размер пока для игрока но камера может контейнер захватить с этой стороны опять желтый пытается масс юнитами отыграть много пехоты производит подгоняется левик все это видит фиолетовый игрок начинает вступление назад и удачно скорее всего ядерка не попадет по масс юнитам да вообще мимо еще и турельку уничтожил свою то есть предугадал что олинг что будет атака с этой стороны в эту точку точнее от желтого игрока и поэтому активка не сработала не сыграла и можно продолжать какое-то наступление потихонечку полигонечку наступать на базу чем-то занимается зеленый игрок пока никто не знает прогнали крота используйте активка вслепую на держишь там что-то уничтожится здесь зевса заблудились ну как видите здесь прям линия обороны очень хорошо подготовлена не хватает только мина стен пути у стираться нету минут она очень хотелось бы мы оплатом реплей там захватывает контейнер вновь моргает что он должен выпасть или он уже скорее всего выпал если он никто не подобрал по звуку ты слышишь там кто-то сражается вот и чё говорит линк что делай больше юнитов здесь убегает что мой два игуара видно что захватывать контейнер стоять мы пропустили удар супероружие сейчас точно ядерка будет и полетела ядерка прям угадали по звуку вроде была ядерка я пропустил я услышал он не успел выключить перемотку но почему увидели что был удар ядерки но неэффективный уничтожено несколько зданий которую опять же не так цены на этом этапе боя заводы сохранены csk есть отстроиться можно есть разведка вертекса вот зеленого игрока у линга фулку 5 штаба безысходность не знает что делать наверно кстати как-то знать про убили тайфун быстро сейчас еще и соляриса могут смотреть может быть он использует против соляриса снайпера что недалеко стреляют под хамелеоном вместо мамонтов вам ты не мобильные так используется актив колёй кой час попадет наверное очень больно будет прям четкое попадание ну прям вообще шикарно красавчик желтый очень сильно навредил армию филе то хоть она и танков то не потеряла но стоит встретить ей пачку из 12 ягуаров или несколько бомберов она рассыпается полностью скажется что вот левик очень плохой герой активка нефа уничтожить не может мой ташка стираться жирный почтом даже ваш отец вся техника но такой удара так ускоряемся туда что будет мы уже понимаем что зеленого соблаждать ничего не стоит с этой стороны пока супер сражений каких-то нету левик от красного шел я ли пустить пытается вернуться на разведке техники теряет один девс от активки второй враг успеет отъехать в сторону но не у жизни очень мало вот и пробует нагнать чудил бы ахай там верхом деревне собирается даже таковать давайте посмотрим что будет здесь один такой link сражается я сейчас активно будет использоваться на вот сюда да то используется активка соляры я думаю много юнитов она уничтожила это должна есть еще одна соляра который еще раз стреляет из туман и выпиливать вообще все хамелёны которые там были как видим армия желтого была в пух прах уничтожена что очень даже хорошо так точно атакуем да атакуйте вот только оранжевый игрок почему-то сидит на базе помогать в генеральном сражении не хочет своему товарищу надо прям говорить типа атакуем помоги мне пожалуйста и может быть спустя несколько минут игрок оранжевый такой о он уже нападает на базу моего противника вроде как на меня никто напасть не может с фланга наверное я ему помогу но сначала пойду на кофе заварю а потом отправлю в атаку опять же без обид оранжевый игрок но обидно когда ты тащишь стараешься скилуешь там таешься как-то замикрить кучу юнитов что победите чуть-чуть не хватает а твой напарник сидит на базе кайфует ему хорошо да он думаешь нет я с ним больше играть 2 на 2 не буду или 2 на 2 на 2 какие режим конечно пойдут так придать соляра стороны активизировался что раньше игрок link по сути один давит двоих настолько он скилл ухо у него даже счет получается сделать вопрос конечно нам делать зеленый я знаю все могут даже контент что он там делает сидит на базе у себя куда не вылазит здесь иногда со снайперскими вышками воюют в контейнер захватить вот своего занятия даже не честно не понимаю куда он ресурс делал вот захлебывается атака у линга раньше игрок это видит поэтому отправляет часть своих юнитов в атаку поджигает там мне мячики несколько тяжелых обычным гантомячку вот это недостаточно 2 базовый заказ после до заказа на расстоянии обычно такое не надавливается если нет прям какого-то козыря выпилить заводы заранее допустим всякие разные тактики есть кстати идет на захват раньше игрок вот этого контейнера что интересно вроде как он всю свою армию сдернул а атаку вот так а уже захлебуется чуть сильно он как видите зеленый игрок с красным особо не воюют еще раз о том что бой 211 это зеленый даже не скажем как противник считается он как бы есть просто заставляет линга держать свою армию скопливаться здесь чего можно было как-то отбиться левик она сейчас будет падать сейчас должна сработать пассивка нет не сработало не сработало но и активка тоже не успел полетает ядерка но мимо как мимо пару них уничтожил но ударить надо было по своей базе скорее всего а еще лучше по базе линга если вот здесь вылепить по заводам и их получится уничтожить то продакшен если линга становится велика вероятность что красный желтым смогут пробить в момент оранжево что раньше уже много раз пришлось спасать лингу используется активка минус 3 яга красота ну и на самом деле под заказом есть возможность отбиться из авто хамелеон они будут успевать включать вовремя если допустим не ядерку использовали в другом месте все еще они могут отбиться на самом деле здесь еле живой солярис низкой зевсов все гарантометики под хамелеоном могут все это спокойно выпилить но хамелеон к сожалению не успел включиться ну и с большим трудом вроде как пробивается база сейчас начнут уничтожаться заводы желтого а печально что желтый сверху они снизу так бы она отдал в разминку у товарища красного которого пользы не так много но больше чем от зеленого здесь в камере пикот делать видим что она даже составляет по технике надо о и зеленый пошел атаку я похлопал буду не буду звуки громкие не были видим что зевса ну сколько с предыдущей атаки прошло там было 20 мая 37 37 минут прошло грубо говоря 20 минут все что сделал зеленый игрок это десяток зевсов пару градов щит солярис и просто тупо едет на возвышенность попытки там что-то уничтожить с этой стороны пытается десказом как-то задавить но понимает что надо сдернуть армию на защиту своей базы хотя очень хорошо серафиму точнее солярис выпиливается серафимом видно что он не сильно прокачан завод пытается уничтожить ну блин вот так смотрится смешно честно говоря просто тупо заехал выбил завод зевсов за сколько он там стоит 600 ресурсов что ли третий уровень и отдал за это 20 минут своего развития можно даже было не возвращаться чтобы защищать свою базу да ну давайте перематывать этот реплей интересно есть ли у вас интересные бои из этого режима игры я бы посмотрел бы чуть еще но я понимаю почему линк попросил мне записать это видео что он по сути здесь один троих тащил но двух с половиной будем считать наверное о что это я успел вы видели завод уничтожил даже 2 куча бомбардировщиков ничего себе вот это уже до заявочка на победу пока здесь пытается провести уже окончательно штурмовое действие команд стираться сверху слева линга и он нам пытается что-то напакостить ну перематываем 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 до чего-нибудь интересного то есть ничего нету супер оружие есть у фиолетового но как кого видим не хватает а ресурсов нету чтобы произвести заказ заряда потом в общем понятно что желтый пробит он уже не отобьется вылетает опять бомбардировщики ну очень легко не сбивается попытку уничтожить штаб почти получилось 1 тор не хватило минус еще торы сколько выживет ну мало выжила всего лишь 2 а летела кажись 7 так точно добивание желтой базы обе желтой здесь уже все очень быстро закончится а я это делал нам перематываем перематываем я вам еще был удар супер оружием от зеленого он успел жахнуть по этой базе может быть это он был тогда предыдущий раз или пропустил надо пропустили не услышал ну вот и все эти противники повержен остается добить только одного но я думаю понятно чем-то закончится удар супер оружие накапливается понятно что один игрок этот не отобьется от двух учитывая его уровень игры в общем удивительно какой здесь ран 15-17 играет конечно игроки слабенько противники кроме желтого желтый красавчик ему респект ну в общем такой отбой спасибо лингу за что он показал как надо тащить ты лучше видели лучше заряжается удар еще и истории про бомбили уничтожили армию это такую оранжевому игроку сейчас жахнет на экстренных мерах ракетки убили уже неплохо ну и добиванием черт вот этот удар луча был по этому игроку но даже не на что-то ни на что не влияло вот если он попал парами даже если так сравнил что не меняла потому что один он не затащит вот все развитие зеленого игрока за один час пять минут боя заряд луча две атаки на этом все мой куча стенок нам на сильно не помогли в общем благодарю линга за то что предоставил запись боя где тащит один оранжевый помогает ну а сами видели в основном оранжевый 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 период игрок не стащил удара за просмотр ссылка на запись боя более скучную будет в описании там 40 минут кажется он длится с комментариями но необработанная на связи был на федер и всем даче украина украина Продолжение следует...